На библейский портал Экзагет пришел вопрос. Преследуют воспоминания о прошлых грехах. Что делать? Это очень важный и хороший вопрос. И довольно часто люди, которые приходят на исповедь, начинают каяться в том, что им приходит как раз воспоминание о прошлых грехах. И из этого они довольно часто заключают, что грехи эти не прощены. Они продолжают их преследовать. И поэтому, наверное, они еще остались в душе, думают эти люди. Но это на самом деле неверно, потому что Бог, и мы это знаем, и мы должны в это верить даже, Бог прощает те грехи, которые человек искренне исповедует в таинстве покаяния. Мы верим, что Господь эти грехи поистине прощает искренне кающемуся. Их уже нет. Если Господь прощает, то этого греха уже нет. Нет как отягощения человеческой совести. Нет как того, что несет за собой последствия для вечной жизни. Но с другой стороны, память об этих грехах довольно часто и глубоко иногда очень остается. Даже у человека, которому грехи в таинстве покаяния прощены. И вот этот человек довольно часто мучается своими грехами. Точно так же, как пророк и псалмопевец Давид говорил о своем грехе. Грех мой предо мной есть выну. То есть грех мой предо мной есть всегда. И в этом есть, конечно, промысл Божий. Потому что если бы получалось так, что каждый человек, который получил прощение грехов, тут же забывал о своем грехе, то вполне возможно, ему легче было бы вернуться к этому греху. Но вот если человек знает одновременно две вещи. Первое, что Господь по великой своей милости этот грех, пускай даже и очень большой, простил ему в таинстве покаяния. Это первое. А второе, что дал ему память об этом грехе. И вот сочетание прощения и воспоминания об этом грехе, оно рождает благодарность Богу. И оно рождает решимость более к этому греху не возвращаться. К сожалению, о грехах, тех, которые еще приходят нам на ум, которые мы не можем забыть, конечно, это должно оставаться у нас. Даже в том случае, если те люди, перед которыми мы согрешили, они уже ушли из этой жизни. Зачем воспоминание об этих грехах должно сохраниться? По одной простой причине. Мы не должны их повторять в адрес уже других людей, живущих сейчас. Мы знаем и о том, что даже великие святые не забывали свои грехи. Пример апостола Петра должен быть всегда перед нашими глазами. А апостол Петр, те свидетели его жизни уже после воскресения Христа, после его вознесения, говорят о том, что глаза апостола Петра до конца его жизни всегда были красные от слез. Он непрерывно в течение всей своей жизни, уже будучи великим и даже первоверховным апостолом, он оплакивал тот свой грех, грех отречения от Христа, который был перед его распятием во время его страстей, в самом их начале, когда он был предан. И апостол Петр никогда этого не забывал. Может быть, апостол Петр потому и стал великим, первоверховным апостолом, потому что он помнил о своем грехе и, конечно, не только никогда не повторял, но и окончил свою жизнь мученически, то есть совершил самый великий подвиг, который может совершить человек за Христа, отдать за него свою жизнь. Так что воспоминания о прошлых грехах, которые преследуют человека, на самом деле это не очень-то плохая вещь, даже хорошая вещь. Чем больше мы помним о наших грехах, тем больше мы должны благодарить Бога за прощение этих грехов, и тем меньше вероятность, что мы к ним вернемся. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok